Итак, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Дорогие мои, вот и прошла последняя неделя 2016 года. И вот уже на пороге Новый год. Дорогие и любимые мои, конечно же, я вас поздравляю. И я об этом постоянно говорю. Но я сейчас хочу просто вас взбодрить, напомнить и кое-что рассказать. Ну, во-первых, спасибо вам за все то добро и тепло, которое вы мне дарили, дарите. Надеюсь, будете дарить в течение особенно-особенно последнего года. Я столько получила друзей, я столько получила интернет-сестер, что меня переполняют такие чувства, которые я вам передать не могу, но постараюсь. Постараюсь в Новом году свою любовь и свои чувства передавать через видео полезные, которые, ну, просто своей жизнью. Потому что, делясь своей жизнью своими родными, которые меня смотрят, в том числе и с детьми, да, для того, чтобы они смотрели, учились, жили, наслаждались и были довольны. Неважно, сколько они проживут, это вообще не играет роли никакой. Там, сто лет, сто двадцать, сто десять, сто одиннадцать, это не играет роли никакой, сколько бы они ни прожили. Я не люблю, когда говорят, я собираюсь прожить сто пятьдесят лет. Я, может, тоже собираюсь прожить, но при чём здесь мы? Нами руководит Господь. Для каждого из нас Он дал время своё. Одному столько, одному столько, одному вот столько, но только чтобы Он успел. А что Он успел? Любовь принести в этот мир. Ну и не забудьте, девчоночки, кто не знал этого, то я вам скажу, я понимаю, что у вас сейчас такие хлопоты. Вы должны успеть накрыть на стоп. Вы должны всё приготовить. Вы должны успеть убрать. Потому что в Новый год, вы думаете, надо заходить с чистым домом. И правильно вы думаете, только в каждый день надо заходить с чистым домом. Но дело в том, что не только с чистым домом надо входить, а с чистой душой. Вот это очень важно. Это более важно, чем ваш чистый дом. Вы знаете, я думала быстрее вам сделать это видео, чтобы напомнить о том, что нужно очистить свою душу именно сейчас, в данный момент. Потому что важнее всего того, что вы делаете, самое важное – успеть покаяться. Успеть попросить Бога прощения за всё, что вы сделали не так в этом году. За неправильно сказанное слово своему родному, близкому. И подойти заодно его поцеловать и покаяться. И этот грех тут же лопнет. И знаете, как мне по душе будет хорошо, потому что я буду знать, что ваша чаша, чаша, которая добра, она стала отсюда, лопнул грех из чаши зла, а в чашу добра капля добавилась. И так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, и на вас это капляжь вся, всё на вас и выльется, это добро. Поэтому вспомните всё. Вспомните неправильные слова. Вспомните неправильные отношения по отношению к людям. Вспомните, что вы не успели, кого вы не успели благословить. Вспомните, кому вы не успели дать любви. Всё это нужно вспомнить. А самое важное, вспомните, не было ли у вас такого признака, когда, ну, просто это очень важно, когда теряешь душу, можно не заметить. Вот, например, идут новости, особенно сейчас. Сейчас новость за новостью, значит, хорошая новость. И дальше. Этого года наша страна произвела вот такое количество ракет, из них столько-то новых разработок ракет. И мы успешно провели такую-такую-такую операцию. И подумайте, поймайте себе на мысли, не радуетесь ли вы за то, что страна произвела одну или две или ещё новую ракету. Если у вас есть радость за эти победы, за победы по произведению новых ракет, то, значит, сатана потирает ручки и говорит, есть, это душа моя. Значит, вы теряете душу. Но я успела вас предупредить. И поэтому вы можете, вы можете покаяться, пока ещё не поздно, и не смотреть, и не радоваться, и не просто себя останавливать на такой радости. И говорить, Боже, что я делаю? Господи, прости меня, прости меня, прости меня за этот грех. Это не та радость. Это не та радость. Радуйтесь лучше каждому дню. Радуйтесь каждому дуновению ветра. Но не радуйтесь такой новости. Новости ракеты. Радоваться надо, когда ваш ближний, или вы удочерили, или усыновили ребёночка. Знаете, что мне понравилось? Что один учитель в Камбодже... Это новость этого года, 2016-го, уходящего. Хорошая новость. Один учитель работал в Камбодже, в школе, которую также сделали, ну знаете, как ездят миссионеры, и открывают школы для обучения безграмотных детей, и для кормления их, и для... Ну вот ездят такие люди по всему миру. И вот одна из таких школ была открыта в Камбодже. Девочку, которую звали... Сейчас я вам скажу, я записала Ченда. Девочку звали Ченда. Она показала неимоверные способности во всех направлениях. В математике, в языке, в литературе, в физике, в химии. Ну и, в общем, дождались, пока ей исполнится 16 лет, пока она закончит эту школу, и отправили её в Соединённые Штаты. Но там нужно было произвести такую процедуру. Во-первых, она была сирота, во-вторых, она была суперодарённая. Это 2016 год этот. А в-третьих, вы знаете, её надо было удочерить. И её удочерила одна великолепнейшая женщина. Это, как, знаете, как пример того, что в любом возрасте, в любом возрасте можно жить, наслаждаться, а не плакаться. «Ой, мне уже 60! Ой, мне уже 70!» Да радуйтесь жизни, наслаждайтесь, что вам ещё только 60, что вам ещё только 70. А тем более молодым девчонкам таким, которым чуть-чуть за 20, как я. Девчоночки, я сейчас вам покажу одну леди, которая в 96 лет в этом году удочерила Камбоджийку, которую зовут Ченда. Ту женщину зовут Бернис Дайк. Она жительница США. Она самая пожилая в мире приёмная мама. Она официально удочерила эту молодую девушку. Живёт она в США. Сейчас я вам её покажу. Для того, чтобы эта девочка могла у неё жить. И она ухаживает за этой девочкой. Не девочка за ней, а она... Мало того, эта женщина настолько умна, что она проверяет её уроки, помогает ей. И девочка готовится к поступлению в колледж. Вы сейчас её увидите. Она даже наняла ей преподавателей. Сейчас я вам покажу. Вот она. Это замечательная женщина. А вон там вот эта вот девочка Ченда. Так, сейчас я поставлю. Так что вот какая хорошая новость. Чтоб вы порадовались вместе со мной. Ну и ещё несколько хороших новостей. Чтоб вы через телевидение, чтоб в вас не впихивали о том, какие ужасные события произошли в 2016 году. Сторонитесь подальше. Через такие новости разрушается душа. Это новости плохие, через которые работает сатана. И через такие хорошие новости, как наша страна произвела новую ракету. Нового типа, нового образца, который мы будем испытывать там-то, там-то. Это тоже хорошие новости, разрушающие душу, ворующие душу у человека. Итак, бесы работают. Топ главных событий, ужасных, и пошло дело. И потом вы чувствуете безвыходность ситуации, что о, там тарифы, там то, там то, там это. Это у вас безвыходность, у вас боязнь, у вас появляется страх. Вот это и есть признаки того, что бес работает над вами. У меня нет таких признаков. Я не боюсь. Вы даже не знаете, в какой я сейчас ситуации хорошей. Но я действительно в хорошей, я во всём вижу хорошей. Потому что на всё воля Божья. И если Господь Бог так ведёт сегодняшний день, сегодняшний час, то значит так оно и должно быть. Итак, значит у него такой план. Ещё одна очень хорошая новость. Это создана вакцина от Эболы, которая защищает на 100% человека. Представляете? Вот это хорошая новость. Это значит своей благодатью, вот такими людьми, как вот эта женщина по имени Бернис, мы и нашими молитвами, я имею в виду молитвами верующих людей, неважно мусульмане они или христиане, молитвами усиленными верующих людей, мы заслужили благодать получить. Сначала мы были наказаны вот этой болезнью Эбола, а теперь мы прощены. Это хороший знак. Мы получили благодать. Создана вакцина от Эболы, которая защищает на 100% человечество. Представляете, какая новость. Слава Богу, скажем, что Он презрел на нас и простил нас. Что такое презрить? Презрить – это увидеть. Вы знаете, я хочу вам сейчас показать одну строчку Якова, глава 1, стих 27 из Библии. Я вот так вот поставлю, чтобы вы могли прочитать. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Чистое и непорочное благочестие пред Богом. Вот если вы хотите очищать себя и быть непорочными пред Богом, чистыми и непорочными, стремитесь к этому, кстати, каждый день, чистое и непорочное благочестие, вот чтобы быть благочестивым пред Богом и Отцом, не пред людьми, не важно, что люди подумают, ради Бога, это вообще не важно. Смотрите, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, это значит видеть, видеть, заботиться, участвовать в их жизни. Сирот и вдов. Вдова тоже очень важна, потому что она одна. Вдова считается, когда полностью, ни детей там нет, никого там нет, она одна, она полностью одинок, и муж умер, и всё. Она вдова. Знаете, как сирота. И уже она идёт на пожилой возраст. Если дитё сирота, оно как бы растёт, и вот тоже здесь сирот и вдов, то вдова – это та же сирота, которая становится с каждым годом всё старше и старше, всё немощней и немощней, и она требует заботы. И вот каждый из нас, даже кто рядом живущий, должны, обязаны помогать ей. Итак, и вдов в их скорбях мы должны презирать сирот, видеть и помогать. И вдов в их скорбях. И хранить себя неосквернёнными от мира. Вот я и подумала вам передать это. Эту часть Библии передать вам. Храните себя неосквернёнными от мира. Это значит, не надо через новости осквернять себя. Не надо через поступки осквернять себя. Через слова, через неправильные взгляды, даже через телефонный труб, осудив кого-то с подружкой, вы оскверняете себя. Ну, а тем более, плевать наш канал, это тоже осквернять себя. Поверьте мне, не оскверняйте себя и подумайте ещё. Поэтому успейте покаяться. Успейте сейчас сказать и припомнить всё-всё-всё-всё-всё-всё, что вы можете только припомнить. И вы тогда чистые, душевно чистые, войдёте в Новый год. А я вас всех люблю, целую. Я вас поздравляю с Новым годом. И хочу сказать вам, что я желаю, чтобы в этот праздник и весь предстоящий год ваше сердце наполнял свет божественной любви. Тогда всё у вас будет хорошо. Целую вас, ваша Катя.